Депутат Илон Шор требует отменить результаты конкурса, по которому была назначена Вероника Драголин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее обращение он направил в Высший совет прокуроров. Также лидер партии Шор требует привлечь к ответственности всех причастных к подтасовке результатов конкурса. Илон Шор объявил о своем обращении в Высший совет прокуроров через социальные сети. Я принял решение, как депутат парламента Республики Молдова, обратиться в Высший совет прокуроров. Первое. С просьбой аннулировать результаты незаконного конкурса по избранию Драголин в должность. Второе. Привлечь к ответственности всех людей, имевших прямое отношение к этому беззаконию. Илон Шор заявил, что уже направил соответствующее обращение в ВСП после того, как в сети появились фрагменты переписки якобы ряда чиновников высшего ранга, которые доказывают, что Вероника Драголин была назначена на должность главы антикоррупционной прокуратуры, по итогам конкурса, результаты которого были подтасованы. Увидев в прессе те материалы, которые мы с вами все могли увидеть, и в вашу прессу переписка высших чинов ПАСА, мы поняли, они настоящие узурпаторы, воры, коррумпированные люди, люди, которые дают указания судьям, люди, которые назначают подконтрольных им прокуроров. Вот смотрите, Литвиненко, министр юстиции, дает прямые указания прокурора. В любой цивилизованной стране из мира за то, что вы делаете, посадили бы лет на сто. Обращение Илона Шора было включено в повестку сегодняшнего заседания Высшего совета прокуроров, но в ходе его рассмотрения было заявлено, что документ не оформлен, как того требует регламент. Впрочем, несколько членов совета заявили, что обращение Шора не в компетенции ВСП. Это не в нашей компетенции, мы не будем ничего рассматривать. Обращение нужно направить на рассмотрение в Генеральную прокуратуру. Мы можем отправить анонимное обращение? Пойдем по регламенту. Во-первых, обращение не соответствует правилам оформления. Нам нечего отправлять, как мы можем отправить анонимное обращение в другие институты. Вы установили, что автор анонимен? Конечно, мы проверили. Совет продолжил обсуждение, чтобы принять решение о передаче, после чего добавил, что Высший совет прокуроров постановил возобновить рассмотрение по данному вопросу с переносом его на следующее заседание совета. Ранее президент ВСП Анжела Матузо, комментируя сообщение, появившееся в публичном пространстве после взлома телеграм-аккаунтов нескольких чиновников, отметила, что они кажутся правдоподобными. Однако их подлинность должна быть установлена в соответствии с законом, повторила Анжела Матузо. Кажется, они действительно взяты из обсуждений, которые также происходили в чате между всеми участниками ВСП. В ответ на заявление депутата Илона Шора в адрес главы антикоррупционной прокуратуры, пресс-служба ведомства сообщила нам следующее. Антикоррупционная прокуратура оставляет за собой право не комментировать сообщения провокационного характера, рассылаемой в публичном пространстве. Ранее Драголин заявляла, что конкурс, по которому она заняла должность главы антикоррупционной прокуратуры, состоялся при участии пяти независимых экспертов, в том числе из других стран, принявших окончательное решение после того, как она набрала наибольшее количество баллов. Что касается утечки информации с телеграм-каналов, Драголин заявила, что воздерживается от комментариев, так как информация, попавшая в публичное пространство, это серьезное нарушение частной жизни. Пресс-секретарь фракции ПДС Адриана Влас написала нам в сообщении, что не комментирует заявление Илона Шора, а министр юстиции Серджио Литвиненко не ответил на наши звонки. Однако ранее чиновник заявлял, что информация, появляющаяся в публичном пространстве, была вырвана из контекста.